Здравствуйте дорогие друзья, с вами Розе и это Mad World. Я вам расскажу, что вам нужно знать об этой игре. Это неплохая RPG, MMORPG. Вам все надоело, это реально будет глоток свежего воздуха. Зовите друзей, потому что тут можно играть в пати, можно проходить данжи. Вместе это веселее, очень крутая игра, но графически вы сами видите. 2D, мультяшная графика, постапокалипсис, мир сошел с ума. Игра соответствует реалиям. Если ты задаешься вопросом, хочешь поиграть, поиграй хотя бы в первый акт. Хотя бы пройди первый акт. С друзьями еще веселее, потому что третий акт, это у меня начался третий акт. И я вставлю видео, я там дошел до очередного РБ, и мне было сложно с ним сражаться. Я не уверен, что можно в пати его пройти, но самое главное в игре, вот такое жареное мясо. Вы можете его выбить или купить у торговца. Не советую покупать вот такие зелья, потому что они очень дорогие. Жареное мясо, оно стоит копейки. Видимо такие вот торговцы. Также не забывайте, инструменты для разбора покупайте тоже. Это очень важный предмет, потому что очень много айтемов выпадает. Я пока разбираю ненужные мне вещи, которые мне попадаются, и складываю это все на склад. Видим, жареное мясо стоит 145, сырое мясо стоит 100. Но сырое мясо нельзя употреблять, хоть тут написано восстановление хп. Оно не будет восстанавливать хп, потому что у вас будет пищевое отравление, там дебаф на 10 минут вроде бы, то нужно употреблять жареное мясо. Ну естественно, это все понятно. Это что вам нужно знать. И вы можете купить, вот, конечно неудобно, тут не хватает, чтобы нажать там, купить фулочку, 99. 100 штучек сырого мяса, это будет стоить 9900, если мы купим. 100 штучек жареного мяса, это будет 15000, ну 14355. Но при жарке, когда мы жарим мясо, у нас получаются вот такие вот кусочки. Сейчас я до склада подойду. Получаются вот такие вот кусочки обгоревшие, я не знаю, пока складываю все на склад. Восстанавливает здоровье 10. Может это какой-то будет ингредиент для следующих блюд, потому что тут очень интересная тоже крафтовая система. Готовка вот блюд, к примеру, скрафтить вот Мэтт Груэлл. Мне для этого нужно, ну мясо жареное у меня есть, мне нужно еще приготовить вот такой вот расходничек. Приготавливается, вот он, да, так понимаю, вот он, да, Груэлл. Он приготовляется с селт, это соль, наверное, и сухое зерно. Но где эти ингредиенты добыть на данный момент, потому что я пока тоже изучаю игру. Видимо это баф как бы, но нужно создать сначала вот это, потом создать Мэтт Груэлл. Для чего это мне нужно? Это мне нужно, чтобы апнуть моего питомца, который у меня растет. Вот появляется четвертое окошко такое, и вы апайте его, апайте ему скорость движения, атаку и физзащиту. Когда я так понимаю, мы вырастим своего питомца, у него появится какой-то навык, я так подразумеваю. Там сбор, атака, я не знаю, он будет меня возить. Я пока не в курсе. Но вот, чтобы мне его вырастить, мне надо вот это, Мэтт Груэлл, вот этот, короче. Мне нужно скрафтить вот этот, мясной гарнир. Мне нужно его скрафтить, отдать неписью, чтобы он апнул моего пса. Я не знаю, как тут квесты. Тут получается, чтобы вырастить пса, вы нажимаете на него, тут есть четвертое окошко. Над ним будет восклицательный знак такой, что вы можете пройти какой-то квест, и вы там выбираете. Апать ему, скорость движения, атаки или физзащиту. Это пока все очень интересно, я пока не буду в этом углубляться. Когда я узнаю больше информации, я вам, конечно, расскажу, если вам будет интересно. Что я хочу сказать, начинайте играть. Первое, что вам нужно знать, это всегда носите с собой мясо, всегда носите с собой разбор. Нет привязанности к классам, что очень круто. Вот на данный момент у меня есть два оружия. У меня получается тут четыре класса и два доп-класса, которые комбинируются. К примеру, бездна, я так понимаю, это дебафы, а жизнь это хил. Так вот, на мне сейчас есть, вот я могу выбрать двуручный посох, который очень хорошо дамажит. Вот вы можете видеть такой круг, это радиус его атаки. Очень хорошо дамажит, у него есть метеор, очень большой урон у этого метеора. 222 процента, но он выносит очень хорошо. У него очень долгие прокасты, вот если в отличии мы возьмем, поменяем одноручный посох, к примеру. И возьмем еще доп-оружие. Доп-оружие. Это как самоцвет жизни, так же. Я пока тут собираю некоторые вещи, потому что тут очень интересно. Вот кольцо дает атаку, кольцо дает шанс крита, но это, я так, ну, пока собираю такие вещи. Я еще не знаю, что мне лучше брать. Взял такой обруч, есть вот обруч точность, регенерация маны. До 21 уровня мана вообще не тратится. После 21 уровня начинаются вот это, проблемы с маной, она начинает заканчиваться. Вот такой итем вам нужен будет, если вы хотите навыки бездны использовать. Вот самоцвет бездны. И вы, то бишь, его меняете. Видим, хилка пропадает, потому что если мы возьмем самоцвет жизни, у меня появляются навыки с хилкой. Поменяем на бездну. Я смогу использовать навыки бездны. Вот такое, что это такое? Вызывает к силе бездны. Вызывает к силе бездны, короче. То это вы тоже должны знать, что есть вот эта классификация оружия. Как бы не два оружия, а как-то два с половиной оружия. Не знаю. Вот на большой посох свои умения, на маленький посох свои умения, еще доп оружия. Самоцвет жизни или самоцвет... Вы еще можете доп оружия одеть. Это я рассказываю, что я знаю. Чем вы будете заниматься в игре? Это проходить квесты. Есть такие обучающие квесты. Удать, что-то сделать, кузнец. Вот что-то я еще не выполнил. Улучшить оружие. Не знаю. Игра очень крутая, но минус один это графика, наверное. Игра совершенно бесплатна. Можно играть через браузер. У игры нет клиента. Что очень печально. То, что когда я открываю карту, после закрытия игры, и опять ты заходишь в игру, карта начинает прогружаться постоянно. Это занимает где-то до минуты, наверное. Это очень неудобно. Нет открытого мира в игре. Да. Это минусы. Но для такой игры, я думаю, это плюсы. Советую, наверное, вам начать с кем-то играть. Чтобы вы там были, к примеру, магом. Кто-то был танком. Очень неудобно. Вот вы видите видео, как я бился в третьем акте с очередным квестовым по линейке там основное задание. Я еще его не убил. То, что у меня закончились у меня закончились банально хилки. Он там, получается, я ему половину хп снашу, а потом призывает волков, которые станут. Он сам босс станет, короче. Очень интересная пока игра. Пока что-то новенькое. Я в такое не играл. Ну как, играл это, ну, это обычная РПГ. Очень крутая. Проходим квесты. Фармим мобов. Нет автобоя. Доска заданий. Очень прикольно. Вот это в линейке такого не хватает. Где мы фармим вот такое вот. Фармим вот такое золото. Осталось времени принять задание. Я прошел первый уровень. Ну, я прошел первую локацию. Тут, получается, по локациям все распределено. Это тут первый акт. Второй акт. Это, получается, третий акт. Вот это четвертый, наверное, акт. Попроходить квесты. Пофармить мобов. Это можно делать в пати. Это очень круто. Советую вам эту игру, ребятушки. Не затрачивать в нее, а просто поиграть. Ладно. Я не знаю. Мне много, столько хочется рассказать. Ну, в целом, я так рассказал, что вам нужно. Это хп, разбор в рюкзаке. А там дальше вы идете по квестам, изучаете игру, выбиваете вещи, меняете вещи, смотрите там по навыкам, раскидываете статы. По статам тоже я не знаю. Раскидывал просто, чтобы я мог носить вещи в каждой, каждая вещь требует свой стат. К примеру, вот, требует 20 силы, 19 силы, 38 интеллекта, посох требует 54 атаки. Также у меня вот есть посох, который требует 69 атаки. Видим, что этот посох будет круче, просто тот заточенный, оно показывает, что минусы. Повышает урон, шанс крит урона. Ну, этот ману дает атака, 34 плюс, это я не знаю, потребление маны. Тут, видите, 26 уровня, то 21. Как тут еще с штрафом на уровне, я тоже не знаю. Ладно, пиши свои комментарии, что знаешь ты об игре. Я тебе буду очень благодарен, если ты мне скажешь, где добыть вот эти ингредиенты, соль и сухое зерно. Ну, может быть, я уже сам узнаю, конечно, но, если ты мне напишешь комментарий, я буду тебе благодарен. Ладно, с тобой был Розе, пиши свое мнение об игре, я буду рад вашим комментариям. Понравилась игра, ли вам? Возможно, во вторник сделаю стрим, если наберется лайков на этом видео. Давайте, всем до новых встреч, с вами был Розе. Субтитры сделал DimaTorzok